Коммунистическая партия В суровую годину испытаний возникло народное ополчение. Добровольческие формирования были важным источником пополнения действующей армии в начальный период войны. Уходили на фронт коммунистические батальоны. Женщины становились в строй рядом с мужчинами. Они сражались почти во всех родах войск. Работе местной противовоздушной обороны помогало все население. Подразделения МПВО действовали на каждом предприятии, в каждом жилом доме. Миллионы советских людей участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Все для фронта, все для победы, даже кровь. Пять с половиной миллионов доноров отдавали свою кровь раненым бойцам. Колхозники собирали урожай со сверхплановых гектаров обороны и целиком отдавали его фронту. Ударным трудом рабочие крепили мощь Красной Армии. Каждый из них ежемесячно отчислял фронт обороны свой однодневный заработок. Комсомольцы и молодежь устраивали воскресники. И все это фронт обороны. Советские люди помогали нашей армии своими личными сбережениями. Саратовский колхозник Ферапонт Головатый внес 100 тысяч рублей на постройку самолета. На средства населения страны Советов было создано две с половиной тысячи самолетов, несколько тысяч танков, 20 подводных лодок, большое количество оружия. Такой огромной поддержки народа не знала ни одна армия в мире. Страна была единым военным лагерем. Всенародная помощь фронту с каждым днем приумножала силы Красной Армии. Мы верили, что враг будет разбит, что победа будет за нами.